О Денцовской традиции чествовать рекордсменов семейной жизни уже много лет. Сначала праздник устраивали в День семьи, любви и верности. А сейчас счастливые супруги получают поздравления еще и накануне празднования Дня города. В администрации поселения решили, что вспоминать о таких датах нужно чаще. Жизнь прожить, не поле перейти. Это очень сложно. Нужно иметь огромное терпение, чтобы вырастить своих детей, чтобы простить друг другу какие-то ошибки, чтобы прожить эту долгую совместную жизнь. Нужно много и много съесть солюшки. Так и идут они много-много лет по жизни вместе. Как говорится, в горе и радости. 50, 55, 60, 65 лет – эти цифры просто не укладываются в голове. Тем более, учитывая сегодняшние реалии. По статистике, более половины браков в России заканчиваются разводами. При этом 15% молодых семей распадаются в первый же год совместной жизни. Одинцовские юбиляры в этом смысле – люди с другой планеты. Каждый из вас на этом пути выслушал друг от друга все то, что только может выслушать человек в своей жизни. И вы не расстались, вы все равно вместе. А ведь было всякое, я в этом убежден и знаю. Супруги Чапуренко – настоящие рекордсмены. Вместе уже 65 лет. Познакомились на танцах в послевоенном Драгобыче Львовской области. В 51-м поженились. Родилась дочь. Николай Николаевич освобождал Украину. Позже стал ракетчиком. Ольга Дмитриевна работала телефонисткой. Киев, Троицк, Власиха, Одинцова – куда только их не закидывала жизнь. За всю жизнь, за 65 лет, мы ни разу, чтобы поругаться по-настоящему, нет. Ой, Оля, ну что ты так кричишь? А я уйду. Ушла в комнату, сделала пять минут. Ой, ну ты меня прости, ну ты меня прости. Вы знаете, я даже не знаю, мы никогда не ругались. Супруги многое видели, многое пережили, но друг о друге до сих пор говорят с нежностью. Секрет их семейного счастья мало отличается от секретов других пары долгожителей, совравшихся здесь. Я считаю, что самое главное – уважать друг друга, друг друга любить и всегда друг другу помогать. Все песни, звучащие в этот день со сцены, конечно же, были о любви. А в какой-то момент возникло ощущение, что зал на машине времени перенесся в 70-е. На сцену вышел вокально-инструментальный ансамбль «Добрые молодцы». Именно в то время его шлягеры звучали из каждого окна. Музыканты сделали юбиляром поистине щедрый подарок. Они устроили им встречу с молодостью. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Один Соло».